Здравствуйте, дорогие зрители! А вот и мы. Только не говорите, что вы нас не ждали. Начнем мы сегодня с двух свадеб. Наконец вышла замуж за губернатора штата Чаапа с Мануэлли Веласко, актрисой и певицей Анаи. Почему наконец? А потому что этот процесс тянулся около полутора лет, а может быть и двух лет, уж точно не помню. То пресса писала, что уже все-все, пара уже практически у алтаря, то она и, как я клево, заявляла, что ничего подобного, и кто вам вообще такое сказал? Глупости эти. А потом начались игры с датами. То май, то март, то апрель, то июнь. И вот свершилось. Анаи теперь сеньора Веласко и может брать следующие вершины. Ну, например, стать первой дамой. Не какого-то штата, хотя и очень крупного, а всей Мексики. А что? Почему Анхелики Ревери можно, а ей нельзя? Так что ждем продолжения этой истории. Потому что в энергию, амбициозность, анаи мы верим. Девушка с такой бешеной энергией пробьет лбом стены. Можете не сомневаться. Вторая свадьба прошла без помпы и практически в полной секретности. Что само по себе очень даже интересно. Потому что эта парочка всегда из кожи вон лезла, чтобы привлечь к себе внимание. Я говорю об Аруни Диасе и Лоли Понсе. Умный ход, надо сказать. Пиар-агент у них свое дело знает. Ну, публика стала вяло реагировать на их многочисленные постановочные фото с детьми, без детей, в интимных там каких-то ползах, на пляже. И вот вам, пожалуйста, нетривиальный шаг. Само собой, публика и пресса встрепенулись и стали искать информацию о столь значимом событии. Что и требовалось. Молодцы, в общем, не мытьем, так катанием. Привлекли к себе очередной раз внимание. А вот Фернандо Карильо и рад бы поводов для прессы не давать, да не выходит. Он уже смирился с приговором по делу о сексуальном насилии. Вы помните, поцеловал, а может и не поцеловал, одну привлекательнейшую мисс на ресепшене. Суд приговорил его к штрафу в 750 долларов и к общественным работам. Но такой результат не устроил пострадавшую по имени Беллин Кастор. Видимо, на такой исход дела дама рассчитывала. И поэтому кто-то очень умный, видимо, хороший адвокат, посоветовал ей подать другой иск. Теперь уже наверняка. Она заявила, что Фернандо назвал ее уродливой. И это ее ужасно оскорбило. Действительно, назвал бы альтернативно красивые все дела, а то уродка. Обидно, понимаешь? И только приличная сумма в долларах может загладить ее душевную рану. Бедный Ферн не может найти никаких приличных слов, чтобы рассказать о своих чувствах. Он может только говорить о том, что более лживой и вообще ужасной женщины он в жизни своей не встречал. Что она хочет только денег, что у него усрываются проекты, ему еще в иммиграционный суд идти. А ведь подобные дела могут повлиять на решение иммиграционного судьи. А ведь на жительство продлевается только тем, у кого никаких проблем с законом нету. Ой, на это, видимо, и рассчитывала предприимчивая мисс. Плати и никаких забот. Ну вот вопрос, будет ли Фернандо идти на сделки с совестью или нет. Сдается нам, что нет. София Вергара получила звезду на аллее Голливудской славы. Праздновала это событие в кругу друзей и родственников. Естественно, в присутствии любимого жениха. Все это было в колумбийском стиле таком, я уже сказала. Она и ее жених Джо Манганильев думают о свадьбе, даже отметили свое обручение в ресторане. И все было бы отлично, если бы не бывший Софии Никлой, который очень изрядно омрачил ей жизнь. Дело в том, что в бытность Софии и Ника парой они оплодотворили, заморозили несколько яйцеклеток. Но это еще такое поветрие, когда ищут потом суррогатную мать, имплантируют ей эти яйцеклетки и женщина вынашивает ребенка. Ну вот, два раза такие попытки не удавались. Здесь яйцеклетки не приживались. И София поэтому обратилась к властям Колумбии с просьбой уничтожить яйцеклетки. Но перед этим отношения ее с Ником они очень расстроились совершенно. После ряда скандалов они расстались. Теперь Ник говорит, что нет, он резко против. Он хочет яйцеклетки все же имплантировать суррогатной матери и стать отцом-одиночкой. У него денег хватит, он детям обеспечит все-все-все самое лучшее. И в общем все равно, что матери у них не будет. София, естественно, такого решения не одобряет. Она считает, что у детей должны быть оба родителя. И это нечестно по отношению к детям лишать их матери. Ну что, Ник подал иск в суд. Грядет заседание. Он требует, чтобы его признали как бы опекуном, над еще не родившимися детьми. Но посмотрим, что будет. Потому что, в общем, конечно, странное такое дело, странное решение. Чего бы человек не сделал, чтобы испортить своей бывшей невесте жизнь. Ну, в общем, в каком-то месте понять мы его можем. А вот пара, у которой с детьми все в порядке. Кристиан Риверо подтвердил, что он и его подруга Хианелла Нейра ждут ребенка. Он заявил об этом в социальных сетях. Они начали встречаться очень давно. Сразу же после развода Хианеллы с Сигундо Сернадесом. С одной стороны, нам всегда было жалко, что такая пара красивейшая распалась. А с другой стороны, мы рады, что у Хианеллы все хорошо. Ну вот, а теперь криминальные новости. Тут у нас с вами предостаточно материала. Ну что же, первая новость. Осужден на 25 лет непосредственная убийца Моники Спир и ее мужа Томаса Генри Бегги. Этот человек признался, что именно он стрелял в актрису. Именно его пули оборвали жизненные жертвы. Ну что, будет сидеть и думать о вечном. Тем более, что в венесульских тюрьмах совсем неплохо можно устроиться. В начале мая друзья Моники нашли в фейсбуке серию фото, снятых в тюрьме на мобильный телефон одним из ее убийц. И все бы ничего, если бы этот урод не назвал себя Спир-младший и не демонстрировал бы, как ему на все наплевать. Вот когда начинаешь думать, что таких существ может исправить только могила. Курьезная новость. Обвинена супруга Андреса Гарсии в том, что пыталась убежать мужа с помощью колдовства. Отношения между Андресом и Маргаритой Портелли всегда были очень интенсивными. В плохом смысле этого слова. Дама просто с ума сходила от ревности и даже угрожала мужу пистолетом. А потом и набрасывалась на него с ножом. Андреса это не впечатлило. И тогда в ход пошла магия. Сдается, что кому-то нужно срочно лечиться. И разводиться. Потому что такие скандалы человеку, решившему баллотироваться в Алькальде Акапулько, совсем не нужны. Чем он может управлять, если собственной женой не справляется. Ну и последняя история на сегодня. Скажем, прям абсолютно ужасная. Слава Богу, что счастливым концом. Актриса Иран Кастильо была похищена группой преступников вечером 1 мая. Мехико всегда славился своей преступностью. Потому что в этот огромный многомиллионный город стекаются любви. А проще сказать, отбросы со всей страны. Проблема безопасности стала для жителей мексиканской столицы очень насущна. А особенности это касается знаменитостей. Иран вывезли в южную часть города и потребовали впечатляющий выкуп в несколько миллионов песо. В заложниках она пробыла 3 дня. Выкуп был внесен ее матерью. По слухам, помогали деньгами Глория Треви и Веро Кастро. Правда, Вероника это отрицает, но не суть. Главное то, что с Ираном все в порядке. А банда похитителей из 13 человек задержана. Ну, на все про все полиции потребовалось 10 дней. Смотрите, 1 мая она была похищена. 3 дня она провела в плену. И уже 13 мая банда была арестована. Ну, не первое это преступление, совершенное этими людьми. Но будем надеяться, что последнее. Им грозит нешуточный срок за похищение людей. А со строгостью наказания в Мексике все в порядке. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok